Не плотина, а решето, жалуются жители Верхней Синячихи. Из нее бьет целый каскад фонтанов. Внутри еще страшнее. Трубу перекосило и деформировало. Она еще на 10 сантиметров сложилась. То есть сейчас вот здесь получается 136 сантиметров в диаметре, а на входе 200 сантиметров. Не нужно глубоко копать, чтобы заметить, с этой плотиной явно что-то не так. Это видно любому водителю. Дорога над дамбой просела на метр и похожа на верблюда. Плотина треснула, дорога провалилась. Ездить я не знаю как. Грузовым машинам вообще должна запрещена дорога. Легковые ели как ходят, дорога скажет, идем все ниже и ниже, становится плотина вся треснула. В скором времени просто все упадет и кто-то в этом пострадает. Самое печальное, что так дамба выглядит после капитального ремонта. На ее обновление потратили 208 миллионов бюджетных рублей. Год местные жители наблюдали за странным действом, как строители чинили, ломали и снова чинили плотину. Первый раз сделали, там что-то ее залили, первый раз. Некачественный этот был раствор. Залили, разобрали, по-новому сделали. Ну не знаю, денег-то вложили, конечно. Ну отмыли скорее всего, получается, они вложили. То, что с плотиной в Верхней Синячихе дело нечисто, подозревают и в прокуратуре. В разгар апрельских паводков сотрудники осмотрели проект с Ростехнадзором и поняли, что такие ошибки одной безграмотностью строителей объяснить нельзя. Действительно нарушения очень значительные. В этой связи мы проводим проверку, в том числе и соблюдение бюджетного законодательства в части неправомерного расходования бюджетных средств при проведении капитального ремонта этой плотины. Местные всерьез беспокоятся, что повторят судьбу иркутян. Новая дырявая плотина может не выдержать июльских ливней. Если дамбу прорвет, вода затопит десяток деревень вниз по течению рек Неевы и Реж. Но чиновники этих опасений, похоже, не разделяют. Было комиссионный осмотр этого объекта. В результате было отмечено, что угрозы жизни и здоровья не представляют. Есть рабочие моменты, выявленные дефекты после паводка, которые рекомендовано устранить. С завидным спокойствием чиновники третий месяц переносят даже не ремонт вракованной дамбы, а составление его графика. Все исправить подрядчика хотят заставить до конца года. А надо бы до холодов, говорят местные. За последний месяц они насчитали три новые трещины. Что будет, когда зимой вода превратится в лед, и он начнет распирать плотину изнутри, они предпочитают не думать. Надежда Маркова, Елена Гордиенко. Главные новости Екатеринбурга. Главные новости Екатеринбурга.